Земля нашей Родины В 1942 году здесь был сооружен огромный подземный комплекс Вервольф, Оборотень, восточная ставка Гитлера. Все строилось основательно и надолго в обстановке невероятной секретности. Более 46 тысяч военнопленных заплатили за это своими жизнями. Но фашистские варвары просчитались. Героизм советских людей, весь ход Великой Отечественной войны привели уже в 1943 году к уничтожению гитлеровского логова основательно и навсегда. Тем, кто своими подвигами помог свершиться этому, мы посвящаем наш фильм. Подполковник Красной Армии Клименко. Фамилию удалось установить благодаря попавшему к нам удостоверению. Двое других, скорее всего, называли фиктивные фамилии. КОНЕЦ Передай. МОНГИ МОИ СЕСТРИЧКИ КАВАЛЕРИЙСКИЕ ДВА СЛЕЗКИЙ ХВОСТИК МОНГИ КАВАЛЕРИЙ СЕСТРИЧКИ Хоть бы дождь пошел. Мешок, между прочим, из-под сала. Ну и черт с ним салом-то. Колодец рядом и ведро там. КОНЕЦ Что же мы скажем, Лонке? Правду скажем. Сойдет. Ты поосторожней там. Поехали. КОНЕЦ 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 Так вот, для кого мы строили. Нужно оставаться здесь. Думаешь, удастся? Да. Один беглец был убит. Двое других, очевидно, утонули в болоте. Слава Богу. КОНЕЦ 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 Это я не знаю. За связь с партизанами вешают. Странный какой-то поезд. Коротенький, катит тихо, спереди, сзади по платформе. А на платформах полным-полно немцев в касках. Пулеметы, пушки, нет серьезных. А среди платформ всего три пассажирских. О, заливает. Ты же говорил, Трофим, что их было пять. Попробуйся, считай, когда они все одинаковые. Хлопцы, не заважайте Трохимови балакать. Нехай разповидая, потому что за каждым кущем Гитлер уважается. Нет. Что, дед? А чего ж не стрелял? Осечка, что ли? Да ты что, я ж тебе серьезно. Ну, если серьезно. Профим, чего? Что чего? Щеной завез. Что, опять истории выдумал? Ага. Слушай, человек седой называет. Сергей Федорович, не знаю. Ну, что на стрелке? Их двое. Пытали старика о партизанах. Ну, и что старик? А старик им какую-то баланну мудил про кулаков. Так. А утром, говорит, их и след просты. Ага. А ну-ка, иди сюда. А что, наверное? Извините? Ну, хватит? Ага. Когда я бываю у вас, мне кажется, что нет войны. Что все хорошо. До свидания. Всего доброго. Видал? А про ребенка он вроде ничего не говорил. Да, не говорил. А может, это не она? Сейчас узнаю. Кто там? Свои. Это ты, Нонна Степанова? Да. Погаси свет. Он просил вам передать слезкий хвостик. Такие странные слова. Это были последние слова Саши. Я... Рыба спources. Он пролетит на голову. Он пролетит на головной степени. Он пролетит на голову. Он пролетит на голову, что это перечит на голову. Так, как? Он пролетит на голову. Садитесь. Что же вы стоите? У нас была знакомая Анна Сергеевна. Еще когда мама была жива. Когда пришли немцы. Она вдруг снова появилась в городе. Стала работать в комендатуре вокзала. Устроила меня официанткой в офицерский ресторан. Потом познакомила меня с Варшакликом. Он стал приводить сюда немецких офицеров. Анна Сергеевна расспрашивала меня, о чем немцы говорили между собой. Я ведь знаю немецкий. А потом ее арестовали и расстреляли. В городе появились объявления, что расстреляна опасная большевичка. Девочка и ее. все боялась, что Варшаклик выдаст. Но он ни о чем не спрашивает. И по-прежнему, как приезжает, приводит сюда все ту же компанию. Откуда приезжает? Не знаю. Он все время ездит туда-сюда. Это же его дорога. Вокзал, депо. Все под ним. Вот как. Значит, шеф дороги. Ну, не все дороги, а участка. У них все по-иному. А кто этот длинный в очках? Развозит зарплату по станциям вроде нашего Ночфина. Остальные из комендатуры вокзала. Девушка-танцовщица из офицерского клуба. Она недавно появилась в городе. Вам придется до утра остаться у меня. Послушайте, Нонна. Вы не сможете нам достать документы через этого вашего Варшаклика? А мы пока попытаемся подработать на вокзале грузчиками. Не знаю. Попробую. А мы будем делать А мы будем делать в городе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, мама. Как хорошо было вчера, правда? Да, действительно, господа офицеры остались довольны. А это кто? Не знаю, наняла бутылки отвезти. А, ну, пока. До свидания. Хозяйка, а когда рассчитываться? Бутылки на склад дадим, тогда и рассчитаемся. Надо бы деньги вперед. Это наши дальние родственники. Я не думал, что ваши родственники были кулаками. Ну, правда. Ну, хорошо. Я дам чистые подписанные бланки. Пусть они заполнят сами. Один из них Македон Севастьянов. Ладно. Только я должен вас предупредить, если что, я откажусь. И скажу, что это была провокация. Спасибо. До свидания. До свидания. О! Немецкая техника. Прекрасная машина. Здравствуйте. Простите. Степан Степанович Огуречников. Не припоминаю. Надеюсь, будем дружить. Срочно запросите все данные о Клименко. До мельчайших подробностей. У меня есть возможность не выпускать тех двоих в лавке из поля зрения. А что, есть какая-то связь? Думаю, да. Поторопитесь с ответом. Да. Самая большая радость для моей жены была, когда я дома столярничал. Я не могу. А у меня, как я позвали вам. Правда, это удавалось редко. Я с утра до вечера просиживал в институте. Полки-то у нас получились приличные. Только пока пустоватые. Ну что-то мы и так уж разорили совсем нонгу. Славная она, девчонка Да, девчонка настоящая Мину мы сварганили приличную А дальше что? Ты об этом думал? Думал? Конечно думал Ну и что же ты придумал? Ну, когда будет проходить поезд, нам об этом сообщит Нонг? Если узнает Конечно Допустим, сообщит Здравствуйте Стучаться надо А хозяин-то где? Нет хозяина Скоро будет Чаек пьете? Угадал, пью А водочка бы лучше, а? Я уже забыл, как она пахнет Слушайте Пойдем ко мне У меня и самогончик И огурчики И помидорчики И капуста Сам солил Ну вот иди И пей сам Как вечер не могу один Я ведь до войны Завклубом был Привык, брат К коллективизму А куда же хозяин-то запропастился? Думаешь, не знаю, где хозяин? Я, брат Все знаю С Номочкой С кавалерийского Гуляет Ну и путь гуляет Тебе-то что, жалко, что ли? Слушай Ты передай ему Пусть не очень-то разгуливает Немцы за не понюх табаку Могут расстрелять Вот за это спасибо Обязательно передам Яр Македон Да, я вас слушаю В чем дело? Да вот Все время стекла бьют Вероятно, мальчишки Ага Три дня назад Взорвали нефтехранилище Уверяю вас Это не мальчишки Мы получили Самые строгие указания Не останется ни одного партизана У вас больше не будут бить стеклы Гер Македон Благодарю вас Закуривайте Люблю русские папиросы Благодарю вас Я предпочитаю сигареты Немецкие Ага Похвально Очень похвально Гер Македон Начали оцепление вокзала Ресторан закрыли Нас отпустили на три часа Наверное опять пропустят этот поезд с зенитками До свидания Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Слушаюсь Вызовите Казатин КОНЕЦ 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 А что это у вас тут происходит, дедо? Тут у деревни эшелон пустили под откос, рвалось до утра. Вот заложники и дочь моя с бабой там, сказали, если старости не выдадут у кого, кто в лесу, всех расстреляют, из детей, всех, вот они уже подоехали на мотоцикл, утром и пришат. А охрана большая? Да четверо около сарая, остальные в деревне за полтора километра, правда с мотоциклами. Постарайтесь без шума, отвечайте за каждого человека, ясно? Ясно, ясно. И без фокусов, это тебя касается, Башко, смотри мне. А что, опять из класса выгоните, Сергей Федорович? Башко, что за разговоры, как стоишь перед командиром? Вот так. Ну, идите, ребята. Ну, счастливо, только осторожно. Плохо, что они вас по имени знают. А куда денешься? Я ведь у них преподавал историю. Ну вот, весь десятый класс ушел со мною в лес. Так не ваши ребята взорвали этот состав? Нет, не наши. Мы его ждали совсем в другом месте. Все это очень странно. Стой! Сейчас. Вижу. Вот. Поехали. Спасибо. 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 Уху! Что? Пойдем, посмотришь. Постреляли? Да нет, пойдем. Видал? Молодцы ребята, Башко. Пошли. Погоди. Люди воюют, там и. Весь город нас ненавидит. Пацаны стекла бьют. Надо уходить. Здесь без нас все сделано. Вот и хорошо. А я их подожду. Да не для этого же мы здесь. Ты ведь сам гитл поезд. Поезд? Не достать нам Гитлера. Что, немцы дураки что ли? Вся Германия его охраняет. Не вся Германия. Перестань. Бежим. Оставь пулемет. Подчиняйтесь приказу, старшина. Бежим, бежим. Мы уже привыкли бегать. Мы дезертиры. Сами себя только сохраняем. Стой. Стой. Я с той стороны. Стой. Советские танки захлебнутся в степях под Сталинградом. Немецкое знамя взобьется над... Здравствуйте. Стучаться надо. Как поживает лавка дядюшки Македона? Благодарю вас вашими молитвами. По немецкому читаете? Чего изволите? Паяете. Как всегда угадал. Паяю. Смотрите, смотрите, что от собачек. Смотрите, а? Ай, прелься какая. Максим опять яблочки на базар понес. Ну и вот я выведу на чистую воду. Что, партизан? Не знаю точно. Ночевую связан с ними. Нюх у меня. У дома не деревца. Откуда яблочки-то, а? А что ж ты на него в гестапо не заявишь? Нечер-то мне с ними делиться. Сам выслежу. Немцы-подлецы хорошо за это платят. Молодцы. Давайте. Вот сволочь. Да. Сволочь ты, сволочь. А нюх у него есть. Чего тебе? Открой. Сейчас патруль вернется. Иди, иди своей дорогой. Македон? Македон. Чего тебе? Сейчас патруль вернется. Ну и что? Рыжий сомневается, откуда яблочки берешь. Брат с деревни привозит. А тебе-то что? Боюсь. Как бы твоего брата немцы не выследили. Болтаешь. По ночам мотаешься. Познакомь с братом. Я тоже у него буду яблоки покупать. Иди. Иди, иди. Торгуйся. Я по-добру поздороваюсь с немцами. Ну, подожди. Иди. Иди. Не знаю, что и подумать. Действительно, он ищет с нами связь. Или это подсадная немецкая утка. Если это так, его придется убрать. Идем я Queту. Этот миленд т PAUL. Брянь эль. Скорость. Эльд. Подожди, пусти. Ну вот, загнал, Наташа. Сказала? Да. Там никого не было? Нет. Молодец. А это что? Кукла. Дядя Македон подарил. Давай плетенку. Плетенку давай. Лучше давай я. Когда услышишь взрыв, сразу уходи. Послушай, Андрей, пойду я. Я же все-таки сапер. А я чемпион округа по стрельбе. Но это же мина, а не пистолет. Что происходит? Я не знаю. Я вам приказываю, старшина Белоус. Вы что? Заснули там? Открывайте лавку. А сейчас не ори. Пять километров утеку проберли. Иди открой. Печь у вас закрыта. Ну что там? Вот этот что ли? Да нет. Он тот. Немецкий. Справный. А ну-ка, покажи. Вон тот хомут, покажи. Вон тот хомут, покажи. А? Ну? Я пошел. Ну, хватит ковыряться быстрее. А ты не торопи. Не пей, так стоит. Пак. Счастливо тебе. Давай так. Б como я понял? А сначала. В переходе. Циск. Ок! Быть 열�очное. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Так ничего не получится. Надо готовиться. Серьезно. С партизанами нам не связаться. Они нам не верят. И не поверят. А устроились мы с тобой так, что можем делать большие дела. Тебе нужно идти через фронт. А я останусь здесь. Буду ждать связну. Ясно. Ресторание на вокзале было? Смотри сюда. Это стол Нонки. Слышишь? Слышишь? Связной пусть сядет здесь. Нонка все время там, она будет следить. А связной-то должен? Слова какие-нибудь сказать. Вроде как пароль. А, да. Значит, пусть он скажет. Девушка, вы такая красивая, а пиво у вас не свежее. Но она ему ответит. Другого нет. Петя такое. Запомнил? Запомнил. Это бункер. Это поезд. Спрячь получше. Ну, а если я не дойду? Дойдешь. Обязательно дойдешь. Должен дойти. Здравия желаю. А что известно о самом Клименко? Родился в Балтии. Ученый, экономист. Свободно владеет немецкими. Но Клименко, по всей вероятности, не профессиональный. Разведчик. Так как у погибшего нашли листок с планом ресторана, где крестиком помечено место. А также план Вервольфа и поезда номер один. Установили по рисунку, что это ресторан на вокзале в Казатине. В офицерском клубе свяжитесь с Людией Георгиевной. Освойтесь в городе. Возьмите фото убитого и почаще сидите на отмеченном месте. Видимо, Клименко ждет связного. Я могу прибегать к услугам гестапо? Не рекомендую. Постарайтесь обойтись своими силами. Это поможет вашей карьере. Очень поможет. Когда мне отбывать в Казатин? Немедленно. Уверен, что для вас это не составит труда. Желаю успеха. Господи, когда все это кончится? Говорят, немцы уже на Кавказе. Трудно сидеть сложа руки. Николай, вероятно, уже у наших. Белоус говорил, что у вас в Москве семья. Да. Жена и две дочери. Договорились после победы устроить праздничный ужин с варениками. Едите к нам? Обязательно. Скорее бы. Андрей Васильевич, почему вы не хотите познакомиться с ваш Агликом? Зачем? А он не такой, как они, поверьте мне. Совсем не такой. Он добрый. И неравнодушен к вам. Помните, все равно он враг. И мне хотелось бы, чтобы вы об этом не забывали. Не все же немцы фашисты. Безусловно, не все. Добрый вечер. Разрешите проводить вас? Не беспокойтесь. Извините. Спасибо. 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 Терпение это тоже из Костермана. А вдруг он не придет? Очень нужно, чтобы пришел. Одни офицеры в ресторане. Не исключено, что он может быть в немецкой форме. Присматривайтесь к ним. Вам что-нибудь подать? Нет, благодарю вас. Я жду друзей. Вот уже неделю майор сидит на том стуле, а пароль не говорит. Ну что ж, подождем еще. Постарайтесь вспомнить. Это очень важно. Лидия Георгиевна, ваше имя Клара... Фост. Это имя куда благозвучнее. Да. Вы знаете, я, кажется, вспомнила. Благодарю вас. Простите, пожалуйста. Только два слова. Я слушаю вас. Мне необходимо с вами поговорить. Прошу вас. Да, но время позднее. Нам пора закрывать ресторан. Я вас очень прошу. Не подумайте плохо. Просто хотелось провести время не в обществе солдафонов, а рядом с красивой женщиной. Поймите меня правильно. Только один вечер. Война надела на меня эту форму. Я такой же, как и вы, гражданский человек. Вас подвезти? Нет, нет, уезжайте. Хорошо. Ну так как, Нонна? Если смогу, приду к восьми. Спасибо. До свидания. Я согласилась пойти с ним в офицерский клуб. Да, но он может оказаться просто жуиром, а может и гестаповцем. Тем хуже для него. Я уверена, что это наш связной. Но если это фашист. Так, вы непременно хотите быть героиней, да? Да не в этом дело. Это не забава, Ноночка. Война дело мужское. А вы? Скажите мне лучше о Саше. Я в тот вечер не могла. Да. Ну что я вам могу рассказать? Великолепный он человек. Жить бы ему дожить. Когда я была маленькая, мы с мамой и Сашей ходили гулять. Я вечно отставала от них и плакала. Вот Саша и прозвал меня. Слезки, хвостик. Так что я пойду в офицерский клуб в любом случае. Ну хорошо, Ноночка. Я понимаю вас. Давайте еще подумаем. Договорились? Да. Странный майор. Меньше всего мне хочется, чтобы рисковали вы. Именно вы, Нонна. Ну что вы волнуетесь? По-моему, тут никакого риска нет. Ну что ж. Тогда очень осторожно предложите ему посмотреть нашу березовую рощу. Я буду там. Хорошо. А как вы узнаете, согласился ли он? У нас есть время подумать. Хорошо. Хорошо. Чего изволите? Закрой лавку. Закрой лавку, говорю. Закрой лавку, под прилавок. Это что же такое получается-то, а? Я же сам видел, как только что сюда один малый нырнул. Но я его не вижу тут. А он у меня здесь. Но это мой товар. Потому что он у меня в лавке. И продам я его сам. И с выгодой. Шутить. А я уже за ним неделю. Охочется. И, наконец, почти выследил. А вы... Ах... Дурак. Он же на фаиторию котел. Рыжий от лавки не уйдет. У него собачий нюх. Ты мне очень нужен, парень. Ах... 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 КОНЕЦ В театре военных действий. Ну, на шампанское, Ваня. Да, немного. Здесь недалеко есть замечательная березовая роща. Едем. Счет! Прошу вас. Пожалуйста. Благодарю. Вы уронили. Боже мой. Нет, нет. Какой ужас. Нашему вошаднику. Отставка. Да, обидно. Одну минуту. Я несколько месяцев назад бывал в Венгрии. И посетил, я бы сказал, своеобразный очень ресторан. Я сейчас приду. Да, пожалуйста. Лидия Георгиевна. Это мне. Завтра в 9.00 на вокзале. Представляете себе, вдруг газ свет. И на сцене появлялась, когда он зажигался несколько своеобразно одетая особа. Я прошу прощения. Да, пожалуйста. Выпьем. Конечно. Ну-на, я здесь. Я еду. Я. 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 Я, я. Украна. Продолжение следует... 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 Кто на фотографии? Кто на фотографии? Опустите! Кто на фотографии? Ты ждешь Клименко! Нет! Да! Пустите! Я все вам скажу! Ну, вот так-то лучше, девочка. Говори. Можно я закурю? Можно. Нона! Нона! Встать! Руки! Руки! В машину! Ну! Руки! Руки! Плажали! КОНЕЦ 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 Меня интересует господин Йозеф Вашаглик судьба ребенка, которого вы увезли сегодня утром. Не понимаю вас, господин майор. Ко всему, что происходит на дороге, мне не достает только этого. Какой ребенок? Чей? Ваш? Нет. И не Нонкин, а дочь Анны Сергеевны. Какой Анна Сергеевна? Господин Вашаглик, я сам видел, как вы увозили девочку. После вас там сейчас же было гестапо. С кем, собственно, имею честь? Я Клименко. Что? Не поясничайте, майор. Я вынужден буду вас арестовать. Я пришел сюда, похоронив Нонку. Ее убил майор Август Винцент. Их видели вместе в офицерском клубе. Каким образом она оказалась с Августом Винцентом? Она выполняла задание. А вы что же? А что я? Я теперь майор Август Винцент. Македоны больше нет. Какого Македона? Того, которому вы дали разрешение на торговлю. Так это вы. Да, я. Мне нужен билет на пояс до Винницы сегодня. Сейчас. Немедленно. Коменданта. Господин комендант. Один билет на Винницу. На сегодня. Для меня. Если вас действительно интересует судьба дочери Анны Сергеевны, в Виннице зайдете на зону Штрассы 17. Запомнили? Да, запомнил. Вы должны ехать в офицерском вагоне. Но с таким чемоданом это невозможно. Осторожно. Рядом комната, там есть чемодан. Переложите в него все, что там у вас. Хорошо. Будем встречать. Я вами очень доволен, Лидия Георгиевна. Можно? Да, прошу вас. Проходите. Здесь душно. Пусть будет открыто. Пожалуйста. Я еле успела. Поезд так мало стоит. А вы тоже тут садились? Нет, фройлин. Я еду издалека. Простите. Мне знакомо ваше лицо. Вы знаете, меня всегда с кем-то путают. Ну что вы. На вашей лицарской книжке фотография неудачная. Но вас можно узнать. Собирайтесь. Сойдем на следующей станции. Только не вздумайте бежать. В вагоне я не одна. Чемодан разрешите взять? Он вам не пригодится. Прошу вас. Вежливо здесь ни к чему. Проходите первым. А почему вы меня сразу не арестовали? Зачем ведь этот спектакль? Вы выходите. А спрашивать будем мы. В чем дело? Оers. АПЛОДАСЫ КОНЕЦ 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 СТОН КОНЕЦ 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 Ну что ж, прекрасно. Тетя, мы здесь. Сейчас. Я вас хочу познакомить с двумя товарищами. Пожалуйста. Заходите. Знакомьтесь. А, старый приятель. Заставили вы меня тогда поволноваться. Вы уж извините, что так получилось. Здравствуйте. Трофим. Сергеев. Очень рад с вами познакомиться, товарищ Клименко. Мы вас наслышим. Прошу, садитесь. Кофе? С удовольствием. Трофим, кофе. Нет, спасибо, я не хочу. В Москве вас знают. Благодаря за поезд. Он был действительно для нас очень важен. Спасибо. Только мы охотились не за этим поездом. Это нам известно. Знаем так же, что вы владеете немецким. Поэтому мы хотим предложить вам трудное и рискованное дело. Слушаю вас. В Винницу для встречи с Герингом прибывает немецкий АС. Летчик-испытатель капитан Панцер. Его ждет майор, у которого находятся чрезвычайно секретные документы. Они нас весьма интересуют. Известно, что Панцер заедет в таверну Белая Балочка. Несчастья не будет. Отлично! Вильгейм Тейв. Браво! Великолепно! Браво! Разрешите представиться? Капитан Фердинанд Панцер. Слышал, слышал. Очень приятно. Вильгейм Тейв. Прошу вас. Садитесь, капитан. Бутылочку Бордо. Здесь слишком шумно. К сожалению, сегодня я без машины. А то могли бы поехать к моему другу. Тишина. Лес. Женщины. Ну, разве это проблема? У меня принцип. Не расстаюсь со штурвалом ни в воздухе, ни на земле. Едем? Отлично. Едем. А вы что, так вот один и ездите, без охраны? Да нет. Отвез. Отвез всю эту компанию в кабачок. А, ну, вы знаете, все равно опасно. Все-таки русские, партизаны. Плевать не на русских. Я охотник. И животных не боюсь. Браво, капитан, браво. Нам направо. Мы должны проехать один КПП. Потом в город, в гостиницу. Да, в городе одна гостиница. Я тоже в ней живу. У вас какой номер? 221. Только не перепутайте с 222. Этот номер охраняется сильнее, чем наш аэродром. Вы можете напороться на неприятность. Ваши документы. Капитан Панцер. Поезжайте. Неплохо устроились, господин Панцер. Поезжайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Простыла хочешь? Хай, Гитлер! Дурак. И откуда берутся такие идиоты? Тихо. Одно лишнее движение я стреляю. Что вам надо? Ваше оружие у меня. Тихо. Откройте чемодан. У меня нет ключа. Врешь ключ? Вы меня звали, господин майор? Прошел вон, болван! Прекрасно, майор. Откройте чемодан. Чемодан. Бумаги. Бумаги. Благодарю вас, майор. Руки назад. Руки. Продолжение следует... Капитан Панцер. Продолжение следует... КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, фуражку. Оружие. У вас еще что-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще что-то? Это подарок. По-моему, я не ошиблась. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пригласил вас сюда для того, чтобы вручить вам высшую награду Третьего Рейха. И это рыцарский крест. С большой радостью, господа, я хочу вручить... Мой фюрер, рим на проводе. Прошу прощения, господа. Прошу. Поздравляю вас с наградой, Панцер. Вы настоящий герой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полковник Штунг. Очень приятно. Так вот вы каков, Фердинанд Панцер. А я вас таким и представлял. Прошу. Благодарю вас. Вы свое отстояли. Теперь не грех и посидеть. Что будете пить? С удовольствием выпью красного. Ха, кровь Франции. За здоровье Фердинанда Панцера. Благодарю вас. Арестовать. Передать в гестапо. Передать в гестапо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка, едем, у вас рядом, готово. По местам. По местам. По местам. Все в порядке. Тимоненко, иду. Якобы, быстро. Ага. Ну как? Жми. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ